До середины 20-го века Москва отопилась травами. У меня есть мама, ей 94 года, и я ее еще не спросила. Она жила, и я жила, в детстве за библиотекой Ленин, в Донбассе. Когда там установили центральное окопление. И получилось, что это примерно сортовые годы, это центр Москвы. То есть на ее памяти еще привозили дрова, были дробяные сарай, топилась печка. А на моей памяти эта печка еще была себе вполне жива. То есть под Москвой ей все рубилось на дрова. И особенно она рубилась во время войны. Понятно, что было много лиственных лесов. Цикл рублях дробяных лесов будет примерно 30-40 лет. И хотя там делать было нечего. Понятно. Значит, очень много чего срубили в военное время. А вот потом, когда, так сказать, где-то примерно в 60-х, наверное, в Москву полностью перешла на отопление центральное, центральное. Это дело все перестали работать. В первом месте начало расти. То есть когда мы начинали эти учеты в начале 70-х годов, в Емнике, в Пономостоке найти было очень трудно. Практически никак. Я помню, как в Сталинском районе мы проходили на учет Емельник за 8 километров в одну сторону. То есть мы проходили 8 километров, проводили там учет. 4 километра, и потом эти 8 километров шли обратно. То есть Емельник был один единственный. Довольно быстро он перестал существовать. Потому что в районе деревни Волкин. А потом, в 90-х годах, вдруг вся Москва стала геологией. Подмосковье все стало геологией. Сплошные египетки из Емельниковых, и вот этот вот Тищенский район, и Маленький, Емельки. Все, значит, стало геологией. Но этот не долго продержался, потому что пришел короед, и вы сами знаете, что произошло. И вот на фоне этого роста леса, и особенно трагеды, как раз дятлы прекрасно себя стали чувствовать, и наглась их чистость. Вот теперь очень интересно, что же будет дальше с ним. Потому что у нас лес обошел в новую фазу, и дальше что будет происходить. Вот. Просто на такой вот вопрос. Ну, на этом, это все очень хорошо и для жилных, и для пленковых, и для велоскиновых. Что происходит с малым-толстым дятлом, я не понимаю. То есть, на самом деле, конечно, существует этот фактор, который явно вызывает его депрессию. Но что это за фактор? Объясните, это как лесными делами не получается, я не знаю. Вот. Ну, и что касается седлого и зеленого дятла, то, возможно, это как-то связано с восстановлением широколистых деревьев. Ну, среднего это совершенно точно, сто процентов. Потому что прошло сто лет, с тех пор, как перестали не подрывать налы, а дубы рубить на постройки, и эти деревья все они никому не нужны. И сейчас, плюс, в основном, это климатическое изменение, в седлении, очень здорово идет возобновление широколистых лесов, широколистых деревьев. И это позволяет тем видам дятлов, которые, ну, не это дятлов, которые нуждаются в этих высоко деревьях, восстанавливать свою численность и расти, расселяться. Вот. А, ну ладно, всего, дальше я не буду, это можно развивать, но нужно намного. Ну, вот, собственно говоря, вот то, что я могу сказать. Спасибо. Вопросы? Друзья, по графику Пёстрова и Дятла, на самом деле, наш тоже отражал Европейская Россия, а у Европейской, там очень интересная была динамика 80-х годов. Дело в том, что там написано на этом сайте, то, что я обрезала, что первые годы могут быть недостоверны из-за того, что было мало там. Но для других-то такого не было невероятного. Вот, к великому моему сожалению, ничего я не могу сказать, потому что, ну, для этого... Провал, а потом взлет опять сразу. Ну, нужно, так сказать, спрашивать тех, кто это составлял. Вот. Или, ну, соответственно... То есть непонятно, да? Я просто думал, что, может, если... Я не поняла. Я просто взяла это и все сайт рисовать и сюда. Я не анализировала, как они это все получили, и что у меня об этом думал. Интересно, что наш график группа европейской России тоже примерно не соответствует. По крайней мере, поднимал там. Я на это не обращала внимания, потому что на самом... Вот это вот безобразие... То есть насколько это вот безобразие... Пик один совпадает с пиком другим. И не случайно ли это ее закономерно? Не могу сказать, что там вообще происходит. В смысле, в сенсациях, в том, что это не за все остальное. А можно все-таки, тогда вопрос про Польшого Пестрова? Хотя бы масштаб. Цифры про него должны быть, так, в 10 раз больше, в 40, в 3. В смысле, в сколько раз подходность... Хватит про ПГБ больше, чтобы пропустить. Пример, ну, ПГБ у нас, конечно же, на уровне, ну, как сказать, в сословых, 20-20, то есть какие-то преподаватели, которые будут в большинстве. То есть не нужно, как в колебнице, по-моему, все. То есть, ну, нет. А эти, ну... Ну, то есть это совершенно другой размер. Да, на порядок меньше. Суть не в том, что... То есть просто про Польшого Пестрова Диарпа нужно говорить в отдельном, так сказать, ну, как в отдельном сообщении и в связи с другими видами потребителями семян. Может быть, с квестом, там... Там у него динамика похожа на динамику того же публика. То есть в целом по Европейской России у него тренд отрицательный. Но при этом есть надежда, что сейчас он в последние годы, так сказать, подрос. Вот. И все это, конечно, завязано в большой степени на йогу. Потому что сейчас в связи с потеплением климата, с благоношением гели происходят всякие разные, так сказать, изменения и нарушения, и это ведет за собой целый комплекс изменений вообще в тайжных сообществах. Но, как вы знаете, поскольку они связаны с... Но, с другой стороны, большой пястрый яйцел очень хорошо переживает на сосняках. То есть когда я смотрела динамику вот по тем местам, где есть и сосняки, и ельники, там у ВПД получался стабильный тренд по соснякам и снижение по ельникам. Но я в таких случаях говорю, что вот у меня голова такая помойка, что я в ней могу найти вот только то, что сейчас, в данный момент, я анализировалась, мне спросить, что это такое, что там вот было когда-то. Я скажу, извините, не помню, оно где-то валяется. Мне его нужно найти и раскопать. Вот по какому большому пестрому дятлу ситуация именно такая сейчас. Спасибо. Екатерина Сергеевна, вопрос про белоспинного дятла. Не наблюдается ли, как по вашим наблюдениям, по вашим данным, нельзя ли сказать, что этот вид в последнее время стал более гибким, более пластичным в выборе места обитания? Ну, что тут можно сказать? Дело в том, что вообще есть такой закон в природе, что один из вариантов развития ситуации, что когда вид находится в плохих условиях, в пессимальных, он занимает только самые лучшие места обитания. Когда в хороших местах обитания все хорошо и численность высокая, вид начинает распространяться на субоптимальные места обитания и даже пессимальные, потому что, ну, как сказать, это такая элементарная математика, что если у нас хорошее размножение, избыточное размножение в оптимальных местах обитаниях, которое превышает смертность, то оттуда начинается подпитка особо оптимальных и пессимальных биотопов, где смертность может превышать рождаемость, но это компенсируется. А когда в хороших местах обитаниях ситуация ухудшается, то вид сокращает свой спинт. Биотопов, понятно? Вот со зрением диагон происходит именно такая картина, то есть он не становится более пластичным. В общем, как любил, с пилоспином, или сапсалит, убрал, еще такое. Так и продолжает, но у него появилась возможность расселяться, там, в скрипитые места и другие биотопы, другие территории, менее подходящие для жизни. А если пилоспин был только так же? Что касается пилоспинного, ну, вообще, я бы не сказала, что у него с точки зрения использования биотопов вообще что-то меняется. Я могу сказать только, что когда у нас в сети выбыло, вот, и встало много сухой елки, то неожиданно на этой сухой елке стали сидеть и пилоспинные, в том числе, время от времени. И Трехпалый тоже, когда с другой стороны у нас с Ромской станции начали болиться архово-вязаные леса, суркалисты, то там стали появляться и Трехпалый, и для этого тоже. То есть такие вот бывают какие-то у них. Вы понимаете, да? Вот чтобы говорить о их биотопической какой-то преуроченности, в общем, мне кажется, все-таки немножко нету. Если можно, я еще скажу два слова про то, что в Московской области надо учитывать, ну, у нас была работа не связана с тем, что мы обсуждали. Короче говоря, наши картографы показали, объяснили, что Московская область страшно мазоричная в смысле типов места обитания. Ну, понятно, население большое, дорог много, дальше теперь тем более много. Короче говоря, у нас очень пятнистое распространение биотопы. И, соответственно, может такое создаваться впечатление, что ребята в суде, потому что там есть какие-то фрагменты, которые его устраивают. Может быть, небольшие по площади, но разбросанные. Это, может быть, надо учитывать, а, может быть, и Костярина Сергеевна это гораздо лучше меня определить, потому что есть сравнение с местами, где более сплошной покров, в том числе, и лесной. в Сибирице льду фрагментации, я правильно? Да, фрагментация в Московской области слишком высокая, по сравнению совсем оставить. Фрагментация, ну, мне кажется, в случае с Диаком, это немножко... Нет, вот Белоспинный меня навел на эту мысль, потому что это, может быть, какая-то галерейная штука, дыр, ручьем, не знаю, опушек, что-то такое. Ну, плюс тут еще накладывается, конечно, влияние человека, потому что человек имеет обыкновение сажать всякие широколиственные, какие-то не поймят, на какие деревья, вот, в своих, и, например, малые дятлы, они когда-то этим пользовались и даже жили вот в 5-этажных районах с хорошим озелененным все в Москве. Ну, что-то в последнее время, я не знаю, ну, почти что-то есть, по крайней мере, на самом деле, раньше не было. Не знаю. А я еще, если можно, вам подпою, вот в чем. Вот действительно, очень приятно, когда есть данные учета, что их можно обсуждать за большой период, и для людей, которые этим не занимаются, может быть показательно то, что, ну, вот правда, когда по квадратам ездишь или еще какие-то случаи, малый пестрый дятел действительно стал теряться из виду. На моей памяти такой голос с гренадертой, да? И, может быть, вы согласитесь, что с обыкновенной греховкой вокруг Москвы тоже вот там за десятилетия, она как-то раз и растворилась. Почти совсем. И вот когда виды, не знаю, становятся редкими, это замечательно. А опыт воробьев показывает нам о том, что он не может потом сказать, сколько его было. все говорят, что было, а теперь мало, но никто не может назвать цирком. Ну, соответственно, то же самое бывает с более дикими видами. Вопросы еще из последних сюрсов? — Большое спасибо. Можно я скажу одну фразу совсем про другое? Вот. Я хочу сказать, что вот на осеннем семинаре я рассказывала про поездку за Дубровником. В этом году мы сюда опять собираемся за Дубровником. На сей раз в Пинический заповедник. Вот. Пинический заповедник — прекрасное место. Нас там очень ждут, любят, готовы помогать. Вот пока что нас четыре человека. Так сказать, мы уже взяли билеты с 18 по 25 июня. Мы готовы пригласить еще двоих, одного, кто может самостоятельно вести ученцы, а другого, кто готов помогать. Вот. Если кто-то кого-то это интересует, или у кого-то есть знакомые, знакомые знакомых кого-то можете интересовать, то, пожалуйста, обращайтесь. Пока не поздно, потому что билеты быстро кончаются. А Дубровник, сами знаете, птичка такая. Он нормальный дождь. Вот. Спасибо за внимание еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...